Привет всем, вы на канале Санита, с вами Настя Бабич и я приготовила для вас самые интересные новости на сегодня. Начинаем. На юго-запад Германии обрушились сильные штормы. В районе Боденского озера были предупреждения о сильных штормах четвертого уровня опасности. Очень сильная гроза была особенно в Зигмарингене, Равенсбурге и в районе Боденского озера. В Сааре ранним вечером особенно пострадал небольшой город Айсвайлер в муниципалитете Фрайсен, район Сан-Квенде. Поздним вечером грозы переместились в сторону Баварии. Там штормовой фронт привел к большому количеству поваленных деревьев и остановке движения. В Баварии и Боден-Вюртенберге перед штормами было значительно жарче, чем обычно. Метеоролог Урсула Папасимеон из немецкой Метеорологической службы сообщила, что пиковая температура в Мерендорф-Клезенбахе Бавария составила 37,2 градуса. Согласно ДВД, термометр показывал 37 градусов в Кинцингене Бавария, а также в Ларешвальцваде и на Цингене. Проливной дождь сопровождался сильным ветром, в эпицентре скорость превышала 144 км в час. Власти просили людей не покидать свои дома и, слава богу, жертв среди населения удалось избежать. Также напомню, что ранний шторм бушевал и во Франции. В Дижоне обрушился потолок супермаркета, а виша была вырвана с корнем 30 деревьев. Жители разных мест региона делились фотографиями крупных градин, падающих с порывами ветра. Об этом сообщали французские телекомпании. Но, судя по всему, это не последние природные катаклизмы, которые для нас запланировала природа. Ближайшие выходные могут стать самыми жаркими в истории. В Германии будет от 36 и выше. Об этом рассказал билд-климатолог Карстен Брандт. Эль Нинья шлет привет. По всему миру жарче, чем когда-либо. Почти каждый день может принести глобальный рекорд. В особенности раскаляются США. Плюс 45 и выше в Аризоне, да плюс 40 во Флориде и Алабаме. В Испании, Италии, Алжире, Тунисе и Марокко температура сейчас превышает 40 градусов, а в Северной Африке те же плюс 45 градусов. Он добавил, что выше 40 сейчас также в Греции и Китае. В Поднебесной даже создали специальные подземные убежища, где можно укрыться от жары. По словам Брандта, это лето уже вошло в топ-5 самых жарких за всю историю наблюдений, то есть 1881 года. Прошлый вторник, 4 июля, уже стал самым жарким днем в истории. Средняя температура на Земле составляла 17,18 градусов Цельсия, чего не случалось за всю историю таких подсчетов с 1979 года. В субботу жара дойдет и до Германии. В Мюнхене будет плюс 36 градусов Цельсия, в Нюрнберге плюс 38 градусов Цельсия, в Дрездене и Берлине плюс 37 градусов Цельсия. Именно так предупреждает эксперт. А тем временем Сенат Франции создаст специальную комиссию для расследования всех обстоятельств последней волны беспорядков. Прокатившийся по стране после смерти подростка, которого застрелила полиция во время дорожного контроля. В среду в Сенате объявили о создании комиссии, которая начнет свою работу с октября, чтобы пролить свет на то, что происходило во время беспорядков. Депутаты проанализируют и то, как разворачивались события, и профиль, мотивацию и организацию мятежников. Также они оценят, как действовало государство для восстановления порядка, обеспечения ответственности и эффективность возмещения ущерба. А тем временем правоохранители готовятся к возможным новым вспышкам беспорядков в день взятия Бастилии. Согласно данным полиции, во многих районах достаточно высокие риски новых беспорядков. Как сообщалось, страховщики оценивают ущерб от беспорядков не менее чем 650 миллионов евро. И это, на мой взгляд, колоссальная сумма. А тем временем пассажиров в Европе предупреждают о возможных проблемах в аэропортах. Пассажиры авиакомпании в европейских странах могут столкнуться с задержками и отменами рейсов. О будущих забастовках профсоюзы предупредили Евроконтроль. Также возможные проблемы связывают с возрастающим числом рейсов и нехваткой сотрудников в аэропортах. Конкретные даты забастовок не объявлены, поскольку это только предварительное предупреждение. Речь идет о ближайших шести месяцах. На данный момент Евроконтроль проводит переговоры с профсоюзами. Забастовки могут стать одной из самых больших головных болей лондонского аэропорта Гетвик этим летом. Именно так заявил исполнительный директор Стюарт Вингейт. Евроконтроль прогнозирует, что в ближайшие 8 недель ожидается 33 тысячи рейсов в день. Это на 8% больше прошлогодних показателей. Поскольку авиасообщение в разгар летнего сезона только растет, возрастает вероятность увеличения числа отмен и задержек рейсов. Отмечается, что основной причиной всех сбоев, зарегистрированных в первом квартале 2023 года, были именно забастовки. Также значительное увеличение задержек в аэропортах наблюдалось из-за нехватки рабочей силы. А тем временем сбои в аэропортах происходят не только по этим причинам. Радикальные экоактивисты из движения «Последнее поколение» в четверг, 13 июля, блокировали взлетно-посадочные полосы в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа. Представитель ситуационного центра полиции Гамбурга подтвердил агентству ДПА факт проведения операции в аэропорту. По данным группы «Последнее поколение», активисты проникли на территорию через ограждение. Это привело к нарушению воздушного сообщения. Одновременно в Международном аэропорту Дюссельдорфа. Шесть или семь активистов последнего поколения приклеили себя к рулежной дорожке, блокируя движение самолетов в взлетно-посадочной полосе. По словам участников акции, они прорубили забор, чтобы попасть на летное поле. На место происшествия прибыло большое количество сотрудников экстренных служб. Как отмечает ДПА, полеты были временно ограничены. Комментируя свои действия, эко-активисты написали в Твиттер, «Мы протестуем против отсутствия у правительства плана и нарушения закона в борьбе с климатическим кризисом». Это вся информация, о которой я сегодня хотела бы поделиться с вами. Если вам понравился сегодняшний выпуск, то поставьте лайк в знак благодарности, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали и до следующего выпуска. Ну и конечно, ну и конечно, давайте вежливо и культурно обсудим сегодняшние новости в комментариях под этим видео. Пока!